Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал Руки В Ноги Ченнел. Меня зовут Валентин и мы начинаем. Следует сказать, в каком городе мы снимаем сейчас. Мы снимаем в Познане. Прямо за мной стоит, как говорит Google, здание государственной пожарной службы. В принципе, довольно-таки неплохо выглядит. И мы продолжаем. Этот выпуск будет посвящен тому, как этот год я провел в Польше вместе со своей женой, вместе с тремя котами. И как это все происходило. Некоторая ретроспектива, взгляд на то, как этот год прошел. Прежде всего, сделаем предисловие, кто я, что я, почему я здесь, зачем я вам вещаю. Итак, ребята, я работаю с ДЭТом, или занимаюсь автоматизированным тестированием. И 1 апреля 2022 года я переехал в Польшу вместе со своей женой и с тремя котами. По прошествии этого года, соответственно, произошло много различных изменений. Много чего мы посмотрели, увидели, узнали. И я решил поделиться, как же этот год прошел. Прошел он достаточно быстро. Много было чего-то интересного, чего-то удивительного. И этот выпуск полностью будет состоять из ваших вопросов. То есть, вы задаете вопросы, я отвечаю. У нас будет с вами состояться такой диалог. Если вы же захотите еще что-то спросить, вы можете задать это в комментах. Я постараюсь ответить честно и так, как есть. Она просто не замечает, что попадает в кадр. Это прикольно. Камера-то широкоугольная. И как вам? Адаптировался? В моем понимании адаптация – это значит, что ты вливаешься в местную культуру, ты чувствуешь себя со временем комфортно, ты понимаешь, как пользоваться теми или иными услугами, где куда сходить в магазин, где лежит твой любимый хлеб, как пользоваться медицинскими услугами, как заниматься своим любимым видом спорта, если такое есть, или другим иным хобби, как ты вливаешься в среду, насколько ты понимаешь традиции того сообщества и той культуры, где ты сейчас находишься, как ты можешь говорить на том языке, насколько успешно. На текущий момент, в принципе, мы живем в Гданьске, в Новом Порту, и в этом районе мы уже чувствуем себя более-менее привычно. Я, в принципе, мы, в принципе, привыкли к тем вещам, которые там находятся, мы знаем, где куда ходить. Я, в принципе, не понимаю, как пользоваться медициной, какому врачу и куда можно отвезти своего кота, где хорошо покататься на велике, как пользоваться услугами, как заказать такси, как общаться с местными, в принципе. Но польский, я не знаю, суперкруто сейчас, кажется, год прошел, можно было, наверное, суперкруто выучить польский. Но у меня был такой момент, когда я учил польский, учил английский, и мне как-то показалось это too much, то есть слишком. И в итоге я пришел к такому заключению, что, окей, я буду только английским заниматься более плотно, а польским буду, ну, так скажем, на таком уровне, что я буду щелкать слова в приложении, подучивать где-то. Я понял, как строить, в принципе, конструкции приложений, приложений. Я понял, как строить конструкции предложений, какие окончания где использовать, как зависит рот, мужской, женский. И мне стало как-то проще, конечно, общаться с местными. То есть какие-то еще праздники мы встречали здесь местные, ну, и стали лучше понимать местную культуру. Мне так кажется, мне так кажется. Но опять же, на польском, говорю, не супер-суперкруто, да, если я какое-то слово не знаю, то я смотрю, как оно переводится, пытаюсь построить предложение. То есть я ходил недавно в магазины, чтобы покупать себе покрышки для велика. Я не знал, как это и будет на польском, и как камеры. Но оказалось, что покрышки это будет Апона, а камеры для колеса велосипеда это Дентко. Я спрашиваю у Пана, а где могут снасти Дентко и Апона? И он мне показывает. То есть уже что-то есть, уже что-то есть. Но какие-то сложные темы на польском языке пока сложно. В целом впечатлениях, как нам, достаточно неплохо. Достаточно неплохо, я думаю. Поменялось масштаб, наверное, и ощущение свободы передвижений. Стало гораздо проще. Плюс у меня друзья переехали в близлежащие страны. Там Литва, Германия, Чехия, в Польше, конечно. Мы завели какие-то социальные связи. И в Гданске, конечно, тоже у нас друзья и знакомые теперь живут. И как-то стало в этом попроще. Поэтому, в принципе, то, что я приехал не один, то, что я приехал со своими котами, как-то получилось социализироваться, найти новых друзей, приобщиться, то в целом достаточно неплохо. Я считаю так. На каком языке чаще всего приходится общаться в Польше? Давай, рассказывай. Окей, по поводу языка общения. Но скажи так, что на работе у нас практически все ребята это ребята, которые говорят на русском языке, ну, кто-то на белорусском. И у нас есть парочку коллег, друзей, которые говорят на польском. У нас есть пара друзей, которые говорят на польском, но они хотят с нами говорить на русском. А мы пытаемся говорить с ними на польском. А на офисе есть парочку коллег, которые чисто вот польки, полячки. Как правильно, ребят, скажите? Год прожил, окажется, я не знаю, как правильно сказать. И с ними я пытаюсь говорить на польском. плюс еще соответственно на польском я пытаюсь общаться тогда когда прихожу к ветеринару нужно было кота отнести в те моменты когда прихожу и пользуюсь какими-то медицинскими услугами ну соответственно магазин то есть по дефолту я стараюсь поляками говорить на польском потому что на английском не всегда это получается делать хотя стоит отметить что в аптеках вы можете встретить то явление что с вами будут говорить на английском что приятно но чтобы социализироваться в лица среда сразу говорит на польском потому что но все-таки мы приехали сюда пусть ребята видят что мы пробуем пробую учить польский стараемся это делать я думаю им приятно но для нас это повышение какой-то скиллов поэтому резюмируя в польше я общаюсь с теми ребятами которые переехали на русском да то есть я основном больше русский использую те ребята которые местные стараюсь говорить ними на польском ну а по работе с заказчиком я говорю на английском или переписываюсь на английском такие дела ну окей что больше всего не нравится в польше по поводу того что не нравится польша или то что мне бесит я думаю никого не удивлю если начну с поездов поезда это такое дело интересное конечно потому что в беларуси например я окей привык на что поезда приходит вовремя они отправляются вовремя я привык пользоваться приложением в котором я могу выбрать место которое конечно не работая сейчас с оплатами картой привет должен д почему-то оплаты карты у вас не работает уже пару лет то есть через eric можно платить а если телефон на английском языке то воспользоваться оплатой карты нельзя так что привет как бы разрабам должен приложение поправьте и в конце концов но тут получается какая тема поезда первых приходят не всегда вовремя то есть они могут задержать задержаться там на 10 15 минут там ребята рассказывали что на час на 30 минут в моем случае максимум я здесь наблюдал на 30 минут поезда задержать второе это то что мы основном перемещаемся поездами intercity такая компания я так понимаю это не государственная частная и у них есть сайт где ты можешь купить билет у них есть приложение где ты можешь купить но выбрать места ты не можешь только только сейчас они начинают внедрять функцию на некоторые маршруты международных поездов где ты можешь выбрать себе место были даже настолько по-моему логично сделать приложение возможность выбрать себе место казалось бы ну чего проще уже 2023 год алё но все равно этого нету вот это подбешивает то что они опаздывают это что нет нормальных приложения где можно спокойно выбрать и купить билеты но в этом есть еще один конечно плюс здесь в этих поездах то что если вы покупаете билеты заранее или там ездить хотя бы вдвоем вам могут предложить скидку в сравнении не сбежит это конь это тарифы всегда едины а вот один момент очень прикольный который тоже мне немножко побежит здесь есть почком от почком от это такие вот ящички которые вам приходят посылки они вот стоят по всему городу и вы можете заказать товар у продавца то есть но коммерческая торговля как может быть торговля некоммерческая окей вы можете сказать этот товар вам он туда придет вы приходите его забираете я попадал у себя на районе два или три раза когда прихожу значит мне нужно сканировать qr-код на телефоне я подхожу сканирую в этот момент подходит какой-то другой чел и открывает дистанционно но такая опция тоже есть и получается мы такие немножко в растерянности я свою посылку хочу забрать он хочет свою посылку забрать я когда перс увидел такой думаю нокий второй раз я думаю ну типа блин чё как еще раз когда это увидел я думаю что типа ребят ну неужели нельзя потерпеть там две-три секунды что произойдет если вы заберете свою посылку позже вот если вы с этим встречались то напишите я надеюсь я не один такой но это максимально странно как бы я не думаю что конечно присутствует свойственно именно в польше но почком от и здесь вижу и вот люди как-то странно реагируют на этот сбор посылок торопится что ли еще один момент это конечно количество спама который приходит на телефон здесь получается мы работаем работаем по битуби контракту это как и п это так чтобы было понятнее и когда ты регистрируешься на сайте там то ты указываешься контактные данные и там можно поставить галочку чтобы твои данные попали там какую-то в общую базу данных мы поставили по ошибке и периодически приходит очень много каких-то звонков от левых людей и слава богу что на телефоне есть такая опция где он показывает что это спам входящий можно сразу отклонить и забочить потому что поначалу помню нам звонили там мы пытались поднимать кто алё может кто-то важный звонит сейчас все просто отправляю в спам эти телефоны блочу но чтоб не звонили год прошел стали реже звонить но все равно бывает вот буквально сегодня утром 5 кто-то звонил и по поводу медицины здесь в принципе как все работает насколько понимаю в беларуси для меня было таким интересным моментом пользоваться страховка которая частная то есть компания предоставляла в частную страховку то есть какую-то денежку мы платили и пользовались ей в принципе это было прикольно потому что тебе не надо было сидеть огромные очереди в поликлинике ожидать там времени чтобы попасть к врачу там попасть на какой-то узи вообще можно через два года условно там до через два года очередь большая и очень не хотели там при направлении писать в частных медцентрах ты мог попасть к врачу даже узкоспециализированным довольно таки быстро и получить необходимости услугу ты приходишь к определенном времени но бывает задержка пять минут можно тебя врач принимает то есть ты спокойненько планируешь свой день здесь же получается так в польше частными страховки это не является чем-то новым исходя вот такие впечатления которые я вижу не является чем-то новым люди пользуются на разных работах предоставляют эти страховки работникам они пользуются это распространенные веления это становится чем-то обыденным и получается что предоставление этих услуг она превращается какой-то такую повседневность обыденность у тебя как бы есть гибкая возможность пользоваться этой медстраховкой и ходить в разные медцентр не быть привязан только поликлиники хотя такая возможно тоже есть но в то же самое время я вот сколько пользовался вот паре медцентров я в основном хожу при необходимости и врач опаздывает врач просто но опаздывает и там 10-15 минут вот я последних раз ходил 35 минут на 35 минут то есть окей это не сравнить с государственной поликлиникой где очередь могут быть там и полтора часа что я собственно сам проходил но кому он как бы вы представляете услуги и вам за это платят бабки ребят ну оптимизируйте процессы пожалуйста но один из самых таких не очень прикольных моментов то что ты по страховке даже можно писаться к врачу там через месяц там полтора не то что ты на следующей неделе нет терапевту да можно попасть в принципе скоро достаточно на завтра через день там на следующей неделе но там даже к неврологу попасть к урологу к лору какому специалисту вам нужно там к аллергологу получается не так быстро реально нужно за три недели за месяц это планировать и это немножко у меня такой диссонанс что да как вот в этом плане конечно не очень нравится но буду честным конечно есть некоторые моменты технического плана которые здесь более наверное выглядит совершенно это окей в целом медицина вызывает спорные ощущения частная медицина ну хорошо поменяем локацию мы сейчас стоим напротив королевского замка в познании в интернете пишут что это старейшая резиденция королей в польше то есть ее строительство начиналось якобы в 13 веке и продолжалось до 15 но есть нюанс во время второй мировой войны здания окончательно погибли полностью говорят и только в начале 21 века это замок решили построить заново хоть как пишут в далеких от существующих реальных очертаний замка в 16 веке ну что пойдем дальше по вопросам чтобы все нравится в польше мне нравится вообще в принципе все другое иное новое интересное конечно не покоряют здесь старые города то есть центры старых городов как это все выглядит интересная архитектура то что много чего сохранилось так получилось исторически но будем честными и одно из первых что мне еще пришел в голову это свобода перемещений то есть можно планировать свои какие-то путешествия свой какой-то отдых гораздо проще на какие-то дальние расстояния посмотреть какие-то другие страны в пределах европы конечно же говорю опять же если у тебя есть на это документы а то есть виза рабочая что у тебя там внж пмж blue card карты резидента с неважно ощущается что можно более свободно перемещаться много чего интересно увидеть и в этом конечно если плюс от 1 до 10 насколько здесь в целом нравится ну до того как мы сюда переехали у меня не было вообще мечты такой переехать жить в польшу да я видел себя где-то в другом месте в англоязычной стране в том числе например в сша потому что мы ездили туда было классно английский язык как-то казалось ближе уже стал но когда сюда переехали получилось так что польский язык и белорусский достаточно между собой похожи и как то тоже можно подучить без сильно наверно больших таких проблем мне сейчас видится и в целом но как страна но я бы может стал что-то 67 наверно как мне нравится насколько мне здесь нравится потому что повторюсь это не пределом их мечтаний но в целом достаточно неплохо белорусам никто кажется переезжающим сюда кухня достаточно близко она похожа она близкая потому что если уже ехать дальше в германию некоторых продуктов в германии нет привычных нам и вот мне мои друзья делились мнением что они что в германии для них казалось кухня гораздо непривычнее чем когда они приехали сюда к нам в гости и посмотрели что здесь в принципе очень все похоже и привычнее поэтому сам достаточно неплохо приезжайте в польшу очень много интересных городов здесь мы сейчас находимся в гданьске да мы переместились гданьск солнечный гданьск сегодня на выходных у нас погода просто шепчет первоначально план был снять вторую часть видео воде но знаете к соде как на не повезло потому что испортилась погода был дождь камера у меня не приспособлен для того чтобы снимать такую погоду ну пришлось изменить планы для вас пролетело буквально мгновение для меня уже несколько дней но мы продолжаем ok стоит сказать что сейчас я нахожусь на собаки гавкают и сейчас я нахожусь на пирсе в гданьске это пирс в районе бжезна такого вот райончик этот пляж все замечательно есть также один известный такой пирс очень длинные он деревянную находится в сопоте вход туда платный в принципе если вам без разницы на какой пирс ходить лишь бы сходить может сходить в районе бжезна он покороче ну бесплатный такие дела окей насколько от 1 до 10 тебе хочется обратно в беларусь я пока ехала на велике сюда до этого пирса то я подумал что сейчас это ощущение наверное в районе троечки то есть практически мне вообще не хочется ехать обратно чтобы меня там держала но знаете мне нет ни какой-то недвижимости точнее имущество до движимого недвижимого там у меня остаются по сути друзья родственники это наверное единственное что мне держит потому что какого-то такого ну знаете вспомним пирамиду массового что человек и движет поначалу каких-то его действиях это закрытие каких-то базовых потребностей да там еда безопасность прочие некоторые потребности дальше уже идет что-то там материальное ну и духовное может быть на самом вершине пирамиды для меня сейчас получается так что закрытие мы базовых потребностей здесь находится достаточно нормальным хорошим для меня адекватном уровне а это значит что получается ехать мне обратно ну поцелу совсем незачем здесь для меня как я уже упомянул ощущается большее чувство свободы то есть свободы перемещений можно поехать куда хочешь и для этого до нужно понимать на ребят какой-то бэкграунд потому что я на канале много снимаю с разных локаций мне это интересно поэтому для меня это важный момент следующее это то что по поводу работы хотя сейчас в беларуси мне например найти работу будет посложнее мягко говоря немного посложнее и в этом плане мне интересно выходи на какие-то новым назовем это пафосно международные рынки и заниматься тем что мне нравится работать в той сфере который мне нравится ну и тем что мне нравится такая вот получилась тавтология но тем не менее это является наверно одним из тех моментов которые мне доставляют здесь удовольствие поэтому обратно воробьи друг другом погнались поэтому мне обратно на самом деле нет каких-то особых таких триггеров причин чтобы возвращаться вернувшись на год назад ты принял будет точно такое решение я думаю что принял бы вот потому что был очень беспокойно не спокойно на душе что происходит в мире что творится что будет дальше с украины с беларуси что будет происходить как это все будет двигаться и куда это все будет двигаться полна такая дыра неизвестности и в нее в кажется все засасывало и чувство тревожности присутствует очень большое я бы принял бы это решение вот скажу окончательно и утвердительно потому что не год назад и не понимал что мне здесь ждет какие перспективы как это все будет выглядеть сейчас я уже понимаю как это будет выглядеть как это все может развиваться, как я буду себя здесь чувствовать, поэтому я бы сто процентов переехал бы снова. А как справляешься с языковым барьером? Ну, здесь, наверное, ответ достаточно простой. Я уже упомянул об этом еще когда был в Познане, но тем не менее языковой барьер как минимизируется? Это первое, что ты должен знать язык, на котором общаются люди, с которым ты коммуницируешь, в той среде, где ты находишься. Для того, чтобы его знать, нужно сделать очень простые вещи. Нужно учить этот язык. Может быть страшно, конечно, и, соответственно, нужна какая-то мотивация. Для меня первые, наверное, месяцы, пока мы сюда переехали, первые недели особенно, была очень большая мотивация что-то подучить новое, классно там посмотреть какие-то слова. Это было суперинтересно, это было суперкрутаться, суперприкольно. Сейчас этот азарт, он спал, но тем не менее я стараюсь как-то там какие-то фразы читать, где написано на каких-то билбордах, просто с людьми пытаться объясниться что-то. В некоторых моментах, да, я ощущаю себя идиотом, потому что, получается, как? Я говорю с этими людьми, но и в то же время они меня не критикуют за то, что я что-то не знаю, это такой вот нехороший человек. Я, на самом деле, чувствую себя в том плане, что, блин, чел, ты, типа, какую-то херню огородишь, не знаешь, как это слово. Ну, это все проходит, на самом деле. Я смотрю словарь, пытаюсь строить конструкции предложений, и в тот момент, когда человек такой, ну, я тебя понял, я чувствую себя уже, ну, спокойнее. И здесь, в этом плане, что как начинать разговор и вообще говорить на польском, да, может быть такой барьер, что страшно и не можешь его преодолеть. Ну, у меня был такой опыт, наверное, назовем это публичных выступлений, да, когда я работал как тургидом, возил группы, и последний мой опыт был, когда я возил группы, там, в Прагу, в том числе, и мне приходилось, ну, не приходилось, это было нормально, естественно, я уже к тому моменту, когда несколько лет, был такой опыт, это делал, я не боялся какого-то барьера, когда мне нужно на аудиторию, там, 40-50 человек рассказывать какие-то моменты, отвечать на вопросы, и эти люди, ну, там, менялись, там, могли меняться раз несколько недель полностью, да, весь состав. Поэтому я никого не знал, но мне нужно было это преодолевать. Возможно, поэтому, возможно, поэтому мне проще, да, и, возможно, еще потому, что я вещаю на большой аудитории ютуба уже не первый год, соответственно, какой-то такого барьера перед незнакомцами нету. Ну, в плане того, что произносить слова, там, чувствовать себя идиотом, ну, лучше один раз себя почувствовать идиотом, чем постоянно чувствовать себя дураком. Планируешь ли остаться в Польше после года? То есть, Гданск – это твой окончательный вариант? Ну, вот, год прошел, да, сейчас мы все-таки планируемся оставаться в Гданске, потому что сейчас, когда я, например, ехал на велике сегодня вот утром и вчера по велодорожке, и она проходит, там, вдоль побережья, я вот все это чувствую – море, прекрасный воздух, все это достаточно приятно, мне не хочется куда-то там переезжать, потому что у меня нету больших каких-то причин это делать. Ну, одна из причин переезда, что может быть? Ну, безопасность, да? Окей, я чувствую себя здесь достаточно нормально, безопасно в Гданске. Следующий момент – это материальный. Допустим, ты не можешь тянуть аренду за жилье. Окей, жилье очень дорогое. Ну, здесь, в принципе, все более-менее нормально, как говорится, три раза потерю по случаю. Здесь все нормально в этом плане, и каких-то проблем с тем, чтобы надо было срочно там переезжать, из-за этого нету. А какой еще момент может? Ну, люди, ты живешь, они тебе вот не нравятся, с ними некомфортно. Не знаю, я какие-то проблемы, на самом деле, я ощущаю там общение с людьми. Здесь разные есть, как бы, да, и поляки, и белорусы, и украинцы живут, ну, то есть русскоговорящее население. Ну, какой еще момент? Еды – нет, проблема с пропитанием, но здесь это все нормально складывается. Экология, да, причина переезда. В принципе, я себя более, достаточно хорошо себя здесь чувствую, как мне сказал папа как-то раз, что знаешь, вот ты тут живешь, а некоторые люди приезжают сюда как на курорт, в санаторий. Ну, а ты здесь живешь каждый день. Поэтому с курорта переезжать не хотелось бы. Нравится здесь та среда, в которой нахожусь. Да, я слышал в реплике насчет Гданьска, что здесь, допустим, очень ветрено, что местами там намного холоднее, где-то как-то меня это сильно тут не тревожит. Я не знаю, я в Беларуси жил на практически самом севере там, да, на севере Беларуси, да, 40 километров до границы с Россией. У нас, как правило, поздно приходила весна, зима была такая спорная, где-то холодная, да, где-то непонятно, что за зима. То есть не сказать, что была жара постоянно. Поэтому да вообще не знаю каких-то проблем здесь. Ну, у природы нет плохой погоды. И если ожидание того, что здесь будет как на Средиземноморском побережье в Гданьске, ну, конечно же, нет. Потому что это, наверное, Прибалтика и другое географическое положение. Ну, мне в этом плане норм. Не вижу причин пока что для себя, для нас, да, с моими котами, с женой переезжать куда-то дальше после Гданьска, после года проживания. Ну, время покажет, как говорится, что будет дальше. И под завершение интересный такой вопросик поступил мне от моего друга. Спрашивает, как тебе местные бомжи? Окей, как мне местные бомжи, но я с ними плотно не коммуницирую с этими ребятами. Хотя ребят таких вот маргинального поведения, их хватает, они здесь есть. Я вот куда не катался. Ну, ребята такие много, где находятся, есть. Где-то приводит их судьба к тому, чтобы становиться людьми без определенного места жительства. Где-то это их осознанный выбор. То есть общество им предлагает какие-то условия, но это их осознанный выбор. В Гданьске, да, я их встречаю. У нас даже на районе есть такой, как это, схрониска он называется по-польски. Это, да как же его, приют. Вот. Это приют, да, это приют для бездомных, где люди живут. Ну, там у них стоят двухъярусные кровати, мы видели. Вот. Не посещали, но видели, что в окнах там стоят эти двухъярусные кровати, люди там живут. Да, видишь их периодически. Ну, как по виду думается, что у человека нету постоянного места жительства. Ну, кроме того, из интересной информации я видел как-то объявление на установке, что вот у нас есть Гдань, там Сопот и Гдыня, да, тремяста, да, три города так называемых. И в Сопоте оказывают раз в неделю помощь бездомным людям в плане того, что там их кормят, одежду дают и предлагают какую-то медицинскую помощь, медицинское обследование. Понятно, что человек, который находится на улице постоянно, он, ну, более подвержен каким-то, ну, проблемам со здоровьем. И им стараются помочь. Ну, прикольно, интересно на самом деле. И, кроме того, стоит куча всевозможных контейнеров по городу, куда можно сдавать одежду, которую вам не надо. Ну, возможно, оно тоже идет на эти потребности. Я, честно говоря, не знаю. Но каких-то таких, ну, проблем с этими ребятами не возникало. Сильно ли они меня беспокоят? Ну, сильно, типа, не беспокоят. Ну, люди такие есть во многих странах, во многих обществах. Ну, тем не менее, спасибо за вопрос. Таким образом, мы достаточно быстро справились, подошли к завершению нашего разговора с вами, где вы... Спасибо, что написали вопросы. Я на них постарался ответить. Поэтому, если вам не хватило ответов на эти вопросы, вы можете задать их в комментах, либо где-то мне лично при встрече, либо в соцсетях написать и чем-то поинтересоваться. Поэтому спасибо, что посмотрели. Вы можете подписаться, поставить лайк, если вам понравилось это видео, пошарить его со своими друзьями, поделиться. И всем пока. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok